приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и недостатки сегодня в этом видео поговорим о том как же правильно избавляться от подкладов что нужно знать чтобы не привлечь беды и неприятности в свою жизнь друзья далее все более подробно вокруг каждого из нас хочется нам этого или нет находится к сожалению не чистосердечные люди часто такие люди вхожи в наш дом порой даже знают о наших секретах мы работаем с ними ходим в один спортзал вводим детей в одну школу или в один сад и такой человек улыбается нам в глаза сыпет комплиментами но в глубине души всячески желает оказаться на нашем месте или же сделать так чтобы мы потеряли то что для нас в жизни имеет большое значение или же то что они желают у нас отобрать такие люди готовы на многое они не будут жалеть ни времени ни энергетических сил готовы рискнуть даже своим биополем чтобы добиться желаемого для них результата часто такие люди прибегают к негативному воздействию делая подклад подклад это сильное магическое воздействие со стороны недоброжелателя которая может полностью перевернуть жизнь того на кого рассчитано его воздействие порой она может быть на несколько человек или даже на всю семью у каждого из вас есть такие знакомые у кого семья была успешной а затем с ними что-то произошло один член семьи начал пить другие попали в беду в аварию у остальных случился нервный срыв от которого они не смогли оправиться это и есть воздействие подклада но данные люди не почувствовали этого вовремя не избавились от него так как не придали значения тому что что-то пошло не так в их жизни и что слишком много проблем начали перепоявляться перед этим одновременно и позволили негативу распространиться что перекинуло их за черту невозвратности подклад всегда делается специально и цель у него только одна принести вред несчастье и беды тому кого он касается подклад это предмет например может быть и ржавая иголка шпилька нож ножницы проволока шерсть волосы кусочек ткани земля соль яйцо вода может быть песок пшеница риск рис мак может даже гнилой фрукт или рисунок сделаны перед дверью или на ней это может быть что-то необычное то что вы ранее не встречали и объяснение этому дать не можете это действие не привязаны никакому дню недели не к времени суток поэтому эту находку вы можете обнаружить абсолютно в любое время также она может быть как вашем жилье так и во дворе в огороде под дверями квартире даже на дверях вашего жилья на дверной ручки в машине и на рабочем месте делается как правило подклад и на здоровье на неудачи в жизни на несчастье на разрушение семьи да могут быть привороты на дом на красоту на безбрачие на увольнение на безденежье поэтому обнаружив такую находку нужно действовать моментально соблюдая при этом все правила чтобы убрать весь вред и разрушительный негатив пока он не начал действовать и причинять непоправимые вред как же это делать и так когда вы обнаружили подклад не стоит нервничать паниковать так как таким действием вы начинаете уже притягивать к себе негатив который поможет быстрее распространить вас то зло которое к вам отправили подумайте о том как он мог к вам попасть проанализируйте все моменты и этапы когда его могли принести одновременно продумывайте о том кто мог это сделать также не стоит прикасаться к нему руками ведь это действие быстрее может установить вашу смерть связь смешав разрушительную энергетику и он ежеминута начнет действовать до тех пор пока вы его не трогаете есть время ведь негатива распространиться и начать причинять вред ему требуется на это определенное время членом вашей семьи также не стоит к нему прикасаться ведь во первых вы не знаете кому именно он предназначается а во вторых при прикосновении даже если он и направлен не на этого человека он тоже будет причинять ему вред только немного на более протяженном этапе времени поэтому не стоит рисковать и все действия должны быть обязательно обдуманы будьте осторожны с тем чтобы на него не наступить так как вы уже знаете что на наших ступнях находятся сильные энергетические каналы и став на предмет с разрушительным негативом вы его впитаете благодаря чему он быстро распространится вокруг вас не стоит через него и переступать лучше обойти его стороной чтобы не подобрать на себя негатив который он излучает пока вы не подготовитесь чтобы его убрать старайтесь держаться от него на расстоянии собрать его нужно прибегая за помощью кузов салфетки к листу бумаги желательно белого цвета это может быть и кусочек ткани в таком же цвете это может быть картонка палка мочалочка пакет или резиновые перчатки ну а чтобы перестраховаться лучше надеть резиновые перчатки взять что-то из того что есть у вас под руками сложить это все в какую-то коробочку можно также и в пакет когда уберете не становитесь на это место посыпьте солью и оставьте это все на время а свою находку в это время вынесите из дома возьмите с собой тоненькую восковую свечу щепоточку черного перца горошком и спички вам нужно найти такое место чтобы там не ходили люди первым делом положите подклад на землю не разворачивайте его после чего возле него разместите свечу эту свечу поджигаем затем подождет подождите то что вы нашли когда это будет гореть обязательно проговаривайте такие слова эти слова нужно будут говорить про себя три раза все зло что было мне отправлено сжигаю этот разрушительный негатив с данным дымом его владельцу возвращаю чтобы он на себе ощутил то зло что другим причинить хотел и смотрите аккуратно нельзя чтобы дым на вас попадал старайтесь стоять в стороне в огонь также киньте то что было у вас на руках чтобы не вернуть и не принести этот негатив обратно в дом когда все догорит и свеча в том числе нужно трижды поплевать через левое плечо затем левой рукой кинуть на пепел перец и при этом проговорить такие слова я никому зла не желала и негатив не впитала тот кто мне зла пожелал свой негатив обратно забери к себе его притяни а ты перец помоги посыл в нужном направлении отошли когда закончить еще раз плюньте через левое плечо и уходите оттуда не оборачиваясь даже если вам будет казаться что за дикт что-то происходит шелестит или кто-то вас зовет это очень сильный негатив который направлен причинить вам злой он будет пытаться к вам вернуться а для этого вам нужно будет обернуться поэтому эту этого действия ни в коем случае делать нельзя вернувшись домой обязательно соберите ту соль которая была на месте подклада вынесите и выбросите на улицу сверху налейте проточную воду при этом проговаривая такие слова соль негатива брала его уничтожила водой про точно ее поливаю негатив смываю вернувшись домой простирайте вещи в которых были те которые нет возможности простирать очистите при помощи окуривания веточкой мяты когда будете очищать проговаривайте такие слова если что-то подобрала то с помощью мяты этот негатив сняла веточку мяту сразу после проделанного выбросите далее заварите отвар из трех жмений ромашки и трех долек лимона после чего сразу пойдите в душ хорошо помойтесь обязательно вымойте волосы ополоснитесь полностью вашим отваром проговаривая такие слова если данный подклад успел влияние на меня оказать я его прекращаю биополе свое очищаю укрепляю сильными энергиями себя окружаю это простое действие не только поможет вам очистить свое биополе ну и начать притягивать светлые мощные энергии которые будут вас защищать может быть и такое что вы не увидели подклад и взяли его случайно руками здесь нужно срочно провести чистку для этого первым делом вам нужно очистить свои руки попросите кого-то чтобы кто-то вам насыпал в ладони соли если никого нет рядом то тогда возьмите соль сами то то что останется затем в пачке нужно будет выбросить ее нельзя будет использовать ни для каких целей тогда соль будет ваших руках потрите затем проделайте то же самое под включенным под включенным светом и после него полностью смойте ее с ваших рук при этом трижды проговаривайте такие слова я с данным негативом разрушительным взаимодействие не вступила его сразу сразу же себя смыла соли вода мне в этом помогли от зла защитили когда закончите подождите свечу и подержите над ней считает до 7 каждую из рук когда закончите свечу затушите она вам еще понадобится далее возьмите лист бумаги заберите им то что нашли после чего выйти подальше от дома и скажу и сожгите данный лист от 7 спичек при этом проговаривать такие слова как этот лист сгорает так или негатив прочь к тому кто его отправил улетает данному человеку урок преподнесет чтобы больше зло не распространял и беды другим не желал спички выбрасываем вернувшись домой подождите свечу обойдите не всю одежду в которую вы одеты затем снимите ее и то же самое проделайте обязательно по периметру именно вашего тела проговаривает такие слова силу огня ощущаю энергетическое поле свое очищаю все плохое что вред принести могло убираю и к себе это не подпускаю свечи в этот раз дайте догореть а агарок выбросите после чего сделайте солевой раствор и ополосните с ним проговаривает такие слова светлой энергии придите меня окружите от неприятностей бед и чужого влияния впредь защитите когда закончите ополоснитесь проточной водой но и можете холодной после выходите хорошо оботритесь это действие поможет вам завершить ритуал а также выставить защиту от того чтобы вам больше никто не причинил вреда и вот и в обращаем ваше внимание если вы будете быстро реагировать то влияние разрушительного негатива не будет для вас ощутимым главное не тратьте дорогое время для вас друзья мы надеемся что наши советы наши рекомендации вам помогают жизни обязательно подписывайтесь на наш канал обязательно ставьте лайк этому видео мы с вами услышимся уже буквально в следующем видео